всем привет вы на канале я реки слов за окном идет снег весна творит просто чудеса и сегодня в видеоролике я полностью опишу процесс создания своего дисса и который у меня предыдущее видео если не видели можете посмотреть я оставлю подсказку полностью опишу процесс как это вообще было с чего все начиналось и чего раскрою тему по каждое абсолютно предложение там слова опишу что это значит как бы ну и просто пообщаемся такой вот влог поехали ну что же давайте начнем сначала очередной каламбур кто такой вообще евгешевсинамус евгешевсинамус это мой друг это мой одноклассник это его канал он выкладывает там всякие переозвучки мои видео немного измененное выкладывает и он не сомнительно написал это как бы сада говорю то что это все не со зла мы с ним типа осу и не боремся он не изначально написал то что все это ради хайпа у нас с ним есть беседа в вк я возможно даже прикреплю фотографии вот он просто решил снять он делает переозвучки и решил попробовать типа новую рубрику и решил пойти против меня сделал там видео тоже оставлю все ссылки в описании как бы мне жалко решил сделать видео и типа давай ответочку я поначалу загорелся реально ему ответить делать такое же раскрывающие видео но потом мне как-то стало лень плюс у меня как бы есть свои дела свои уроки свой канал который я делаю видео и в итоге я так и не стал его делал но на следующий вечер он вложил второе видео то что якобы он уже победил все я не смог там это но я такой дублин чё за наглости по ними так то все равно вот искренне как я и в песне говорила это что же разберу но решил почему бы не сделать но я не стал заморачиваться как он сделал там типа google переводчик вот эти вот видео я просто решил записать трек мне кажется трек это в сто раз круче потому что у меня как раз был бит и да вот объясняю почему у меня два дня не было видеороликов я пытался его снять я как раз делал вот этот бит на этот диск я тогда не знал то что это будет бит на этот диск я просто делал бит и хотел записать видео про битмейкинг но у меня съемка экрана почему-то очень странно работает и у меня короче не получилось снять то как я делаю биты вот прошло уже два дня я забил и как раз на он выложил это видео я такой нет все таки надо что-то сделать и решил записать этот трек тогда да кстати эта идея ко мне пришла в 11 часов ночи я просто такой лежу в кровати думаю не надо все-таки записать трек и просто как пошли поехали строчки я быстрее взял вордовский документ начал записывать все оформлять и так мне буквально за час появился текст этого трека потом я подумал под что его петь и вспомнил у меня как раз есть бит вот и они в принципе совместимы вполне мне там пришлось просто один куплет продлить и все и так я сделал трек и на следующий день я его записал и выложил вот сейчас давайте перейдем к разборке самой песни но прежде хочу сказать то что вот этот самый бит если хотите его послушать то есть минус от него я его словно с твоей странице вконтакте там невозможно скоро будет альбом или с другими песнями у меня много битов в этом альбоме основном будут биты но также и будут песни вот там это есть ссылку оставлю в описании а сейчас буду разбирать попутно каждую строчку вот я открыл собственное видео вот меня колонка и сейчас буду включать строчки из трека начнем сначала решил хайпануть и про меня ну плохое слово плохо сказать да я сразу это типа я против мату но это просто рэп игра и там это было необходимо сейчас я не буду как бы это выражать но это для выразительности ну а по сути да просто евгеша всезнамус он сделал для хайпа как я уже сказал и про меня сказал такие слова ну если не он а гугл переводчик ну в общем вы поняли депрессиво всезнамус сижу хайпануть и при меня хуйню бездануть он доложил видос про то что я ватник и мистера макса грандет и соратников я поначал был в видос про то что я ватник он вообще увлекается типа темой россии там политики и сказал про то что да кстати его видео а ну да вы можете в принципе сами посмотрите я не буду его видео уж разбирать так подробно просто сказал просто типа я там боюсь что-то против путина стоит но если честно все равно и мистер макс контент соратник но блин типа и чего мистер макс и я не буду как бы тоже его критиковать ну детский контент я постараюсь делать более-менее нормально это не как бы собирая там лего всякие обучал очки там по головоломкам опять же таки вот как бы мой контент не нравится не смотрите пожалуйста ну он это просто все так же опять-таки сказал шутку вот в общем неважно и давайте продолжим я поначалу решил промолчать мол ну вы поняли ну типа да я уже до этого сказал то что у меня есть свои дела и затем не просто тратить время на него это конечно прикольно все мол типа ну ваня его не че с него взять а ну да и это возможно не дианон но просто как бы иван карпунин это их гешев сезнамус но этот товарищ опять ко мне пристал то что я типа затрусил ну да он во первых выложил видео от этого победный тип то что я не стала ему отвечать и перс вк мне еще написал по чего не хочешь это но такой почему нет ну да мне типа не сложно я так ты вид мейкеры я это как раз мой профиль я типа люблю там рэп люблю к тому же да я как бы слушаю песни такой думаю как это вообще создается и вот решил начать тоже самому попробовать как бы биты писать не особо сложно надо хоть немного понимать мелодию а текст он вообще рандомно лезет как у меня я кстати раньше да вообще стихи писала это же детская история а так вот типа просто строчки там несложно рифмовать да тем более вот сразу скажу сама критика вот это на самом диск вот там практически все рифмы на глаголы согласитесь только парочку рифм и так типа как вы видите потому что все глагол там заканчиваются на ать и ед и ну короче русский язык неважно а вот и как бы вот продолжим до конца и по факту и в этот раз в рифм красиво не как ты ну типа да надо же мне как-то все-таки это рэп играет злость надо мне ему как-то сказать сейчас я его как бы по факту все по полочкам разложу чем мне как не нравится опять же хочу сказать то что я далеко в этой песне еще сказал и в конце еще скажу типа 3 это волшебное число 3 факта раунд это можно было бы продолжить но во-первых не было линии опять же таки а во-вторых но просто три факта чего бы нет я еще как бы могу в этом видео раскрыть некоторые моменты и в этот раз в рифму красиво не как-то ну да типа он сделал видео просто и google переводчиком даже него кто сам озвучить ну а я типа записал проект мне кажется это лучший ответ все-таки это батл это диск надо как-то стараться вот так вот первый с чего же ты начал свой канал началось вообще с того что мы в школе угорали как-то и вот сейчас он украл у андрея это мой одноклассник парочку фраз но просто так типа были какие-то шуточки он над этим угорал и решил типа давайте запишем это на видео подобрал еще одного нашего одноклассника друга типа сказал ему скажи то 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 там и там ему сделали образ евгешев из нам 100 евгешев из намосы богдан их я наш одноклассник тоже то есть это его образ но каналом занимается иван карпунин и все началось с того что он выложил видео про богдана вот я его смонтировал мы его там сняли и он это потом залил на и чп потом типу чего как у тебя че есть канал такой да ну и по сути как бы у него не было бы канала если б я не смонтировал это видос логично вот и подавайте дальше ну да вот я уже об этом ранее сказал немного поспешил эти типы из целого канала вы возможно видели видео у него много видеороликов он делает свои переход прикольные озвучки сейчас на один мультик про какого-то желтого челика и честно говоря не разбираюсь и также я для него делаю видео он меня иногда просил иногда я сам давал инициативу простите по изначально я тоже хотел делать свой канал со всякими переозвучка мире т.п. а потом подумал то что не надо это ищите этим заниматься вот и это как бы не мой профиль я вот лучше буду с подписчиками общаться у меня же в целом 24 об этом тоже попозже поговорим вот и поэтому те видео которые я хотел сделать но не для своего канал я делаю в адресу для его канал у меня в принципе тогда было не жалко вот сейчас я уже вряд ли мне даже на свои видео иногда верим не хватает не то что на его я все за него все делаю как так как так ну типа я бы не сказал что они говеные на самом деле щетки монтаж надо постараться но опять же говоря это все для рэпа игры но если окей если придираться прям то как бы ну монтаж power директ когда он там даже логотип нему адрес извиняюсь и но не пандусь с монтажом он играет и господи мне его сгнать или сам догадается и ладно что криво но этот странный тип даже не может убрать логотип да типа он мне даже да он видео говорил то что его видео намного сложнее в техническом плане но окей надо как бы постараться сделать там вот эти вот эффекты там взрыва не знаю что он еще делает накладывает мемы там про поцико да вот кстати хочу сказать вот это как бы придирка так не знаю критика но реально как бы однообразные шуточки уже немного надоели он использует одно и тоже из этой передачи про какого-то все зналось вот как раз потом также мемы про поцико песню и как бы это уже немного поднадоело и он эти как-то кривовато делает вот эти придираться так это прикольно как бы шутки в целом понятно но это однообразно и криво все таки давайте так и плюс он даже не может убрать логотип из power direct ну хотя да для этого нужна платная подписка но как бы это можно избежать просто да по секрету как я делаю видео можете просто обрезать этот логотип типа сбоку или снизу изменить просто формат видео и плюс в программах которые я монтирую не power direct там вообще можно логотип за рекламу украсть но у него даже встречается двойный логотип то есть он делает видео одно появляется логотип потом это же видео опять монтирует и у него один логотип накладывается на другой это выглядит на самом деле не профессионально вот если серьезно прям так говорить и это меня честно говоря бесит это я решила сложить своем десять бездарности внизу на его понимать ну да вот красиво внимает внимание бездарности понимаем какой-нибудь давайте факт 3 почему я почти подписка а вот на 3 потому что мы левка попу в подосвит вога гибань чьярик ну блин типа я не хвастаюсь да сейчас раскрою тему окей я делаю разговорный эбридный контент я делаю разговорный редкостный контент не возможно и найдутся поклонники его контенту но как бы мой контент как я не не хвастаюсь просто он какой-то более детский разговорный вот блин как бы мне лично самому приятно смотреть вот такие вот разговорные ролики со всякими штуками а не просто какой-то монтаж какого-то мультика вот и я считаю то что это привлекло моих подписчиков спасибо алисе данилу и фрэнс это не накрутка просто у меня есть дуфи а ты одинок и это жутко плюс спасибо алисе алиса алиса шевченко моя подруга я и типа сказал вот у меня есть канал по фону и она типа его пререкламировала и от нее друзья добавились и тут еще даниилом и даниил лосинков он тоже мой друг он тоже паска активный подписчик комментатор вообще быть типа вау ярик классно как ты это делаешь в общем друзья и форекс ну и короче всем остальным всем спасибо кто подписан на мой канал если мы знакомы если мы не знакомы да вот но это не накрутка это просто потому что у меня есть друзья а ты одинок это жутко опять же таки рэп игра там все унижение противника батл рэп ну вы поняли три волшебное число три факта раунд всем спасибо подписывайтесь на канал ой болен нечаянно переключил видео это конечная заставка ну типа да три волшебное число три факта раунд всем спасибо подписывайтесь на канал а поехал чао он типа такая это как бы песня но это как бы на и как бы подписывайтесь на канал чао вот там просто в рифму было в общем-то вот на этом моя песня закончена что я могу по низкой это такой типа 10 типа батл рэп вот опять говорю мы это все делаем по фану по дружески не враждуем вот но что он даже делает ответочку но сейчас что еще как я записывал этот трек но я искал то что мне просто в 11 часов ночи пришли строчки из этой песни их быстренько начал записывать я записал на следующее утро начал записывать трек убит у меня уже был готов как я сказал и что касается качество звука я уже до этого пробовал писать и блин я вам скажу то что микрофон от наушников это так понятно и звук там такой себе что касается вот всех этих штучек а как бы смотрел там студии звукозапись там все просто обклеена поролоном акустическим такими треугольничками микрофоны как бы нормально еще наушники и как из этой ситуации выкрутился я смотрите просто посмотри на мою студию звукозапись и скорость это коробка типа чтобы их и не было здесь у меня музыка и текст и короче я под одеялом тоже чтобы не было эхо читал билл чиппс и мужику в наушниках слушал вот как вы видели я просто поставил стол на кровать ну как каркас и накрыл его одеялом чтобы типа от одеяла не отражались звуки она же типа мягкая вот и не было эхо противного плюс вот эта вот штука рифленые да про акустический поролон зачем камон вот эта штука типа ловушка для звука я просто бумагу рифелем наклеил и каркас все сделал вот такая вот штука и сюда я короче положил телефон вот на который сейчас снимаю вот так просто диктофон положил его там списал под одеялом блин было жарко скажу сразу было некомфортно плюс петь ну блин во первых у меня нету голоса абсолютно как я буду какие-то носки плюс фаст момент и еда и как бы делал понятно что не с первого дубля надо было именно выиграть вот эти вот штуки пром там просто блин слюни летели извините за подробности говорить тоже не не из легких задачи скажу так и система была такая то что на телефон у меня записывался звук на диктофон а музыка чтобы как бы не отвлекаться от бита я включил на планшете и слушал через наушник и как бы я слышал музыку и как раз в ритм попадал на самом деле этот бит не писался конкретно под этот диск и там мало как бы из особых совпадений он просто для мелодии чтобы был но единственное что я там пытался совпасть это вот эти промежутки интро когда там все утекает утихает идет бас я говорю типа факт такой-то вот эти промежутки я на них делал паузы но все-таки не подряд же говорите небольшую передышку а так вот его так вот я записывал этот трек потом я когда записал акапеллу я ее решил наложить я сделал это просто в монтажной студии видео я просто у меня есть приложение типа там фонограмма для записи трека но этим пор попробовал пользоваться звучит так как бы либо петь своим голосом либо уметь реально петь потому что когда это дело для тебя электроника это так просто звучит говена автотюн это вообще не мое часа пищи звука плюс мне неудобно было так делать и поэтому я решил просто отдельно а капеллу и наложил ее на видеоредакторе набит просто там немного подрезал чтобы попадала в ноты вот ну и на самом видео я как бы не знаю будет ли у меня клип там не будет я хотел его снять во первых думаю к тому времени когда я его сниму это будет уже не так актуально плюс какой блин клип на 1 улицу там типы и локации нормальный искать а дома там максим покривляться перед камерой и у типа флекс я наложил фотографию обложки будущего альбома возможно если он будет я просто такой стипа решил сделать пола пародию на одного известного музыканта и назвал альбом легендарные крошки как бы крошки на думаю вы понимаете вот это узла и золотой фон там поставил до кассе как я делал эту обложку я просто взял а4 листок для меня вообще бумага это я из бумаги могу все сделать в студии звукозаписи могу сделать там склеить какую-то штуку я просто взял и зарисовал ее золотой гуашь и специальный цвет есть от изо вот его сфоткал под нормальным более-менее освещением и на него пнг наложил просто вот эту вот куда еще прямо здесь висит на столе и его мая цепь как бы если легендарные крошки то прошу если вы не видели вблизи это заяц возможно вы догадываетесь что это за зайцевки что это за цепь на что это пороге я уж тут прямо не стал синим вырисовывать бриллиантов у меня нет но короче вы поняли да я типа рэпер у меня типа цепь из бумаги вот я там вообще покривлялся перед камерой чтобы сделать эту обложку ну и красивым шрифтом написал легендарные крошки и пунктиром желтым обвел получилась такая обложка квадрат один на один да я сделаю на один на один чтобы в инстаграм было если чего удобно выкладывать потому что вот это потом все обрезать это неудобно вот и потом соответственно залил это все на youtube ровно в два часа вышло насчет расписание видеороликов я теперь не обещаю то что буду прям every day потому что возможны задержки и не обещаю то что всегда в два часа снялся себя все обязательства да ну нет я стараюсь и в 15 у меня это на всякий случай есть задержки но делаю видеоролики я сразу же как освобождаюсь от уроков утром и всегда стараюсь делать именно к 14 потому что я сделал к 15 не потому что мне эти периоди просто будет время отдохнуть перед этим это отстрой от срочка на случай важных этих атак они как бы если прям все идеально сложится будут как и до этого в два часа вот такие дела залил его и потом типа еще в классную беседу скинул там просто фурор типа ярик рэпер размазал ну и вот такие дела на этом я наверное буду заканчивать это видео это влог она была разговорном вообще никакого интерактива просто типа пояснял там тему все ссылочки вы можете найти в описании на видео которые друг не вот это и где же синамус прислал и на минус этого трека на моей стене вконтакте спасибо